Очень рад вас видеть, спасибо большое, что пришли. Тут такое есть изменение в регламенте, очень приятное. В какой-то момент ко мне подключится Дима Безуглов, который сейчас сидит вот там на заднем ряду, но на самом деле является одним из главных персонажей этого проекта и этой работы. Дим, спасибо тебе, что удалось выбраться опять же в такой сложный момент. Я действительно представляю музей современного искусства «Гараж», но в целом я являюсь профессором университета Литц в Ликобритании и занимаюсь современной культурой и визуальным искусством в глобальном контексте. И у меня такая как бы будет интересная позиция сегодня, потому что с одной стороны я буду говорить о музее в эпоху экономики знаний, используя «Гараж» как пример, но с другой стороны я буду выступать как бы в роли критика именно такой практики, как исследователь. И надеюсь, что вам будет интересно как бы такое двойное позиционирование этой всей истории. По регламенту я открыт к вопросам и в момент, как бы, да, выступления, и в конце, как вам будет удобно, и надеюсь, что будет дискуссия. Это такие заметки, может быть, даже для себя, да, о том, как мы построим сегодня разговор. Я специально делал презентацию по-английски, для меня это как бы такой шаг инклюзии, на тот случай, если вдруг кто-то будет смотреть запись или участвовать и говорит только по-английски. И второй момент – это то, что мне всегда нравится вот такое двуязычие, как возможность показать разные смыслы, которые появляются при использовании разных языков. Очень сожалею, что в этом случае это русский и английский, а допустим, не русский и кабардинский, или там русский и мандарин, да, это было бы, ну, буду к этому стремиться. Я уже сказал о том, что я как бы представляю две такие, что ли, истории, да, это моя деятельность как ученого, преподавателя и деятельность работы, скорее всего, как сотрудника музея «Гараж». Но есть вот эта вот еще третья часть, которую здесь я заявил зеленым цветом, как некая независимая практика, которая у меня есть, связана с работой с художниками, кураторами, арт-менеджерами в разных странах, которая происходит за пределами вот этих двух заявленных как бы категорий. То есть мне это важно проговорить, чтобы понимать, что есть некая как бы третья позиция, которая не институциализирована, да, как бы не находится в режиме такого формального, что ли, организации. Очень часто эта работа происходит в виде такого неформального, что ли, согласия о поддержке друг друга, если хотите, об обмене опытом информации. И для меня вот такое как бы скольжение из этих разных категорий – это в каком-то смысле и условия работы, и возможность размышлять о том, что происходит, и некая как бы незамкнутость, что ли, внутри какого-то определенного контекста. Соответственно, в целом для меня очень важно, опять же, такое скольжение между двумя очень важными категориями – это исследователь и куратор. Это расхожие интернациональные слова, но в действительности, как мы понимаем, они означают достаточно разные вещи, как только мы начинаем сравнивать, да. Как бы вы перевели ресерчер, да, ресерчер с английского на русский, исследователь? Ну вот сегодня я застал на канале о телевизионном России репортаж из Санкт-Петербурга, где открылся какой-то съезд кого-то с кем-то по поводу года науки в Российской Федерации, да. И там было представлено очень много как бы людей и проектов, которые связаны с наукой. Они ни разу не сказали слово «исследование» за те 20 минут, которые я смотрел этот репортаж. И для меня это очень важно, потому что слово «наука» ассоциируется, конечно, с официальным какими-то институтами, с таким как бы отношением сверху вниз, в то время как исследование, наверное, означает некий как бы более демократичный такой горизонтальный подход и движение снизу вверх. В английском языке нет такого противопоставления этих двух смыслов. То есть и search, и research, как бы делаешь и делаешь. В то время как, мне кажется, самоопределение себя по-русски, да, немножко показывает твое отношение к институциям, как раз вот к этому как бы официальному дискурсу, если хотите. Так вот, я сказал уже, что на этом форуме не было заявлено исследователей, и также я при перечислении разных как бы областей научного знания, о котором говорили выступающие по телеканалу, не услышал этого слова «куратор». То есть есть такое исключение области современного искусства, культуры из официального вот этого жаргона, как минимум, и, соответственно, «куратор» не рассматривается как субъект, у которого есть знания, опыт и возможность проводить исследования. Мне представляется, что для большого количества функционеров «куратор» — это все-таки некая менеджерская позиция, связанная с организацией ивентов такого рода деятельности. Так вот, вот эти два кружочка здесь, да, их можно переворачивать. То есть, опять же, это не показывает какой-то иерархии между исследователем и «куратором», это, скорее всего, отношение. И мне важно именно подчеркнуть то, что у «куратора» есть эта важнейшая составляющая проведение исследования, в то время как у ресерчера есть необходимость представлять свои находки, как бы открытия в виде объектов, вещей, выставок, да, не обязательно только в виде понятных, как бы, официальному дискурсу текстов или выступлений. Поэтому, с одной стороны, я как бы развожу эти два понятия, а с другой стороны, они для меня как бы складываются в общую какую-то категорию. И, соответственно, вопрос, который здесь очень интересует меня и, надеюсь, вас, это почему так происходит, да, какие трансформации здесь можно увидеть, как это все соотносится с конкретным моментом, с теми социальными, экономическими, политическими отношениями, которые складываются в России и во всем мире. И отсюда появляется то самое волшебное название этого выступления «Экономика знаний». И в ближайшие, как бы, там несколько слайдов я буду об этом говорить, показывать разные определения и заходить в эту тему, как бы, под разными углами. Но хотел бы, чтобы, если возможно, вы помнили вот об этом соотношении между исследователем и куратором, да, как ключевой вопрос. Что происходит с этими фигурами? Что происходит с ними в смысле рабочей, как бы, практики, видимости и отношений с коллегами? Я хотел бы начать рассуждение об экономике знаний, как бы, с примера, которая для меня является очень локальным. Я работаю на севере Англии в городе Лидс, который, ну, там, не знаю, где-то два миллиона человек. И он исторически то место, где занимались текстильной промышленностью. И, соответственно, для меня вот этот, как бы, переход в экономику знаний, он прочитывается как такое ежедневное, что ли, соприкосновение с этим культурным наследством. Вот там слева вверху кирпичное здание. Это главное здание моего университета, которое ранее было колледжем, где учили, как производить текстиль. Там есть фотографии музея и каких-то исторических документов, которые указывают на то, что именно вот в этом регионе последние, там, 300 лет происходило изменение экономики, ее постепенный переход от сельского хозяйства, да, к индустриальному производству, к постиндустриальному и т.д. и т.п. И, как бы, в конце этого процесса как раз оказывается та самая экономика знаний. Если позволить, я сейчас очень, как бы, вот быстро и, может быть, вульгарно скажу, что это означает, вот, как бы, с точки зрения такой марксистской, что ли, философии смены производства. То есть, если сначала там жили какие-то люди на земле, а потом появились овцы, и, как вы знаете, был период огораживания, то есть смещение людей с земли и, как бы, использование животных для того, чтобы производить шерсть, то потом из этого места вывозят уже не шерсть, а ткань, да, то есть появляются заводы, которые производят ткань, то есть переход от аграрного к индустриальному производству. Впоследствии это уже не производство ткани, соответственно, а производство самой одежды, то есть высокий уровень развития индустриального общества. И уже потом, то есть в конце 20-го века, 80-е годы, когда происходит очень жесткая трансформация экономики в Соединенном Королевстве, то перестает делать пиджаки, но начинают делать дизайны, да, то есть изготавливают лекала фактически, как бы, а пиджаки делаются где-то там, в неизвестных для нас местах, под названием Китай. Возникает вопрос, да, вот что происходит и что символизирует собой вот эти, как бы, именно лекалы или уже более поздний вариант, когда это даже не производство паттернов для одежды, а создание брендов, да, то есть придумывается идея, и потом она реализуется разными фирмами, компаниями по всему миру, что вот этот период был обозначен как экономика знания, знать, как делать, знать, как придумать продукт, у которого будет глобальное потребление. Самое последнее, что я вижу вот в этом моем гиперлокальном контексте, что сейчас крен идет даже не в сторону изобретения новых брендов, сколько в использовании культурного наследия как следующего этапа этой экономики знания. Мой университет приобрел коллекцию товаров, если хотите, объектов Max & Spencer. Это, как известно, огромнейшая сеть магазинов, которая присутствует, насколько я понимаю, и в России тоже, да, везде, и они продают все. И за ними закреплена такая функция, они как бы национальный магазин, да, вот как бы через Max & Spencer можно прочитать историю бытовой жизни Великобритании за последние 200 лет. Важным фактом является то, что первый ларек, на котором торговали эти самые два еврея Max & Spencer, появился на городском рынке в Литте, да. И вот это замыкание этой истории, то есть возвращение в начало и открытие огромного музея, где можно увидеть бытовую культуру страны, да, в виде товаров разной необходимости, это как бы такой новый, что ли, этап этой экономики знания. Это вот такой очень как бы вульгарный марксизм, простите, да, за это можно дискутировать, но я надеюсь, что это дает как бы некую перспективу размышления о том, что имеется здесь в виду. А есть более, так сказать, авторитетные определения экономики знания, я подчеркнул какие-то ключевые здесь слова, в надежде, что они отзовутся с российским контекстом. Например, в этом определении исследователь говорит об эффективности развития и использования знания. Но вот те, кто часто ходит в музей Ельцина, да, как бы заметят, что вот это слово «эффективность» совпадает с идеологией поздней советского общества и перехода как бы к капитализму, когда эффективность производства информации была заявлена как ключевая ценность перестройки и новой демократичной России. А здесь также в конце выделена идея создания, помогайте, wealth creation, создания благосостояния, да, что само по себе является достаточно абстрактной категорией. И вот я сейчас вижу, как это вошло, опять же, в официальный дискурс в Российской Федерации, когда говорится о поднятии уровня жизни, да. Это вот, опять же, некая категория, иногда неизмеримая ничем, кроме заявлений, которая также присутствует в этом отношении экономики знания. Или вот тоже очень важная, как бы, что ли, составляющая этого явления – это ориентирование на интеллектуальных способностей, да. То есть способности людей принимать участие в новой экономической деятельности. Именно интеллектуальные способности, которые замещают собой использование физических ресурсов, то есть тела человека как такового, и природных ресурсов. То есть как будто бы можем мы производить то самое благосостояние, уже не обращаясь к собственному телу, к телу другого человека как ресурсу, и к природе тоже. Но вот эти две дефиниции, они достаточно такие положительные, да, выудушевляющие в каком-то смысле есть. Есть и вот эта третья, которая достаточно скептическая, где говорится о том, что определения экономики знания как таковой нет, есть просто некое жонглирование словами, и что, скорее всего, мы говорим о некой, как здесь сказано, риторической позиции, нежели о реальном явлении. Риторика как некое заявление, как определенный момент описания того, что происходит вокруг нас. И мне кажется, что в российской традиции к этому привязывается слово идеология всегда, да, то есть идеологическая позиция, которая здесь может быть заявлена. Я вернусь к этой мысли чуть позднее, она будет как бы актуализирована в примере, который у меня есть. Я бы хотел сейчас проговорить о том контексте, в котором появляются эти идеи. Это 80-е и 90-е годы, это период после жесткого экономического кризиса, то есть я это сравниваю с тем, что произошло, соответственно, в 2008-2010 годах уже этого века, и некое заявление о новом благосостоянии, связанного с развитием финансовых рынков. В частности, появляется идея, что знание является не общественной ценностью, неким бесплатным, что ли, приложением, а что знание является продуктом, что его также можно упаковать и предложить потребителю. Есть связка также между идеей знания как продукта и демократическим процессом, потому что в этот же период Михаил Горбачев дружит с Маргарет Тэтчер, и они в каком-то смысле вместе придумывают этот переход к новым экономическим моделям, и любой репортаж о конце советского периода, распаде Советского Союза описывается на Западе как переход к демократии и к новому знанию, к новому представлению. Если вы вспомните, в 90-е годы, когда действовал фонд Джорджа Сороса, то они как раз заходили на рынок тем, что обещали утвердить новые знания, новые представления о действительности. Здесь можно увидеть много рассуждений о том, что технологии играют первую роль в создании экономики знаний, и в этом смысле это такой технологический модернизм нового типа. Можно говорить о том, что экономика знаний сравнивается с творческими процессами, с креативной индустрией, и это, конечно, такая игровая часть постмодернизма, которые в этот момент также соединяются. Что похоже для большинства стран мира в этот период, это новый скачок приватизации, когда приватизируются, например, финансовые рынки в Британии, или приватизируется государственная собственность в Российской Федерации. Приватизация подается как некий вариант инновации. И в конечном итоге, если мы отматываем вперед, то частное начинает восприниматься как публичное, как общественное. И в этом смысле я как бы буду забегать вперед и скажу, что, например, даже в частной институции, как гараж, есть очень много дискуссий о общественной функции этого музея. Я думаю, что это характерно и для институции, которая нас сегодня здесь принимает, и как бы в других контекстах тоже. С точки зрения вот тех самых людей, которые стояли у истоков концепции экономики знания, такая приватизация есть положительный момент, потому что частное соотносится со свободой, с горизонтальными отношениями. Для критиков экономики знаний такая приватизация означает уход подлинного публичного пространства как бы в категориях хабермаса и установление новых режимов эксплуатации. И мы как бы тоже об этом можем поговорить в конце, если вам интересен этот аспект. Я специально сказал, что это характерно для большинства стран мира, поэтому можно приводить как бы примеры из других контекстов. Мне кажется, что Турция как бы такой неосвоенный что ли пример, который показывает, как эти процессы происходят очень необычным способом. В этот период появляются как бы и новые контроллеры этой экономики знаний, то есть то, что по-английски называется gatekeepers, те, которые за собой закрепляют право регулировать процессы. Такой хитрый вопрос. А не является в этой функции как бы куратор? Вот насколько куратор есть тот, кто фасилитирует знания, или тот, кто его регламентирует? Я хотел бы это вот просто как бы забросить как мячик вам, этот вопрос, и потом поспорить в конце. В России, если позволите такое, может быть, очень грубое обобщение, прошу прощения, что нет деталей здесь, есть как бы некий этап становления этой экономики знания, то есть та самая эффективность перестройки постепенно переходит в процесс приватизации всех сфер деятельности в 90-е и 2000-е годы. И вот в самый как бы последний период мы видим, как знания и культура начинают восприниматься как ресурс. И есть очень хорошая статья Михаила Калинина, которая называется «Культура как новая нефть». Эта идея принадлежит не Илье, но он как бы очень круто эту идею изложил в этой статье, очень легко найти, она в открытом доступе, по-моему, вышла в НЛО в какое-то время, где он показывает, как происходит приватизация знания, приватизация культуры, приватизация наследия, и, соответственно, они начинают качаться так же, как качались источники естественных природных ресурсов в предыдущую эпоху. Мне бы здесь хотелось бы сказать, что вот такое критическое представление о ситуации имеет место быть, но мы должны помнить и радоваться тому, что есть альтернативные практики тоже, практики, связанные с независимыми общественными, низовыми организациями, которые работают по производству знания, но не представлению его как продукта, а, скорее всего, все-таки представлению знания как общественного достояния. Это касается достаточно конкретного вопроса. Например, если я публикую научную статью, исследовательскую статью в каком-нибудь престижном журнале, где-нибудь этот журнал, я не знаю, там находится во Франции или в США, мы должны понимать, что мое исследование финансируется за счет государственного бюджета и работы в университете. Но эта статья не находится в открытом доступе. нужно платить деньги за то, чтобы ее прочитать, которые не идут автору, а идут той платформе, которая, соответственно, публикует эту статью. Очень часто такие журналы покупаются университетами, разными центрами, институциями, и это очень дорогая подписка. Мы говорим о сотнях тысячах евро, которые тратятся на это. Ну, то есть, предположим, если вы, наверное, видели, средняя стоимость статьи в гуманитарных науках где-то порядка 50 евро, средняя стоимость, за право скачать или познакомиться с этим. То есть, получается, что в экономике знаний вот в таком ключе общество поддерживает исследователя, но в итоге общество должно платить за право доступа к результатам этого исследования. В этой связи вот такой альтернативной формой, что ли, знания является открытый доступ. когда статьи, работы, базы данных, художественные объекты можно увидеть бесплатно, да? Но кто может платить за производство этого всего? И вот здесь появляется следующий очень интересный момент, что, в принципе, существует очень широкая программа поддержки такого вида активности в виде грантов, да? Когда вы можете подать, ну, например, на президентский грант или грант фонда Потанина, или, не знаю, европейский грант или какой-то еще, получить такую поддержку и представить свои результаты в открытом доступе. Но здесь есть, конечно же, свой кетч, это как проводится конкурс, да? Насколько он является открытым, насколько он транспарентен, насколько то же самое сообщество принимает участие в проведении такого конкурса. И вот здесь я хотел бы перейти к рассказу о практике музея-гараж, если позволите, как такой кейс. И я подчеркиваю, что я абсолютно открыт к критическому осмыслению этой практики для того, чтобы показать, что, в принципе, возможно такая, что ли, связка между частной институцией, общественными организациями и альтернативными платформами, которые существуют внутри экономики знания, но при этом предлагают продукт вот именно как бы в общественном понимании. Как вы знаете, у ГРОЖа есть достаточно много программ, связанных с проведением исследований. Некоторые из них так и заявлены, да, например, исследовательские лаборатории. Это центры, которые работают по определенной тематике и сотрудничают с художниками, кураторами, институциями по разработке определенной проблемы. Есть так называемые полевые исследования, которые связаны с проведением архивной и, так сказать, полевой работы в прямом смысле при подготовке выставок. И для этого также используются внутренние сотрудники и внешние сотрудники для того, чтобы приготовить какую-то выставку. В этом смысле я с огромным удовольствием посетил выставку здесь, в Ельцин-центре, как бы связанную с авангардом. И у меня была экскурсия, я все время задавал вопрос, а как бы что там происходило, да, за кулисами. И мне в частности вот интересно, какая работа была проведена по исследованию и почему она не заявлена в самом как бы в режиме представления выставки. Почему указываются имена кураторов, но не указываются имена тех самых исследователей, которые проводили работу вот там до того, как это попадает в руки куратора. Или является ли куратор в этом смысле исследователем. Но тогда почему мы не указываем на эту функцию. Ну и, наконец, вот здесь внизу есть то, за что как бы я отвечаю. Это The Garage Journal. И я бы хотел поговорить об этом сейчас подробнее. И потом передам слово Диме. Пятиминутная готовность. Исследование в музее Гараж, я его сравниваю как бы, ну как бы такую метафору я использую, такой клей. Клей, который связывает какие-то многие процессы, иногда их замедляет, иногда придает прочность каким-то инициативам. Журнал сам по себе выглядит вот так. Вот название. Исследование в области искусства музеев и культуры. И первый номер, который мы сделали год назад, фактически, был посвящен проблеме доступа как раз, да, access и инклюзии. И когда мы задумали этот номер, была очень такая огромная просто консультация по этому поводу с разными людьми. И возникло ощущение, что мы хотели бы интерпретировать вот этот вопрос инклюзии доступа не только в узком смысле, то есть работы с определенными сообществами внутри галерейного пространства, сколько достаточно такой вот глобальный вопрос о том, как вообще у нас организован доступ к ресурсам и доступ в том числе к знанию. То есть этот номер сам по себе является и путеводителем по лучшим практикам, best practice, связанные с, что узко понимается, инклюзией, и также является таким взглядом на ситуацию вот этой самой экономики знаний. Прежде чем я проговорю этот момент, я хотел бы вернуться к журналу и чуть-чуть рассказать о его внутренней кухне, чтобы показать как раз, как мы пытаемся выйти из тех ограничений, которые я описал ранее. Первое – это то, что материалы, которые публикуются в этом журнале, создаются авторами, которые не получают гонорары. То есть выплата гонорары автору в какие-то моменты представляется закономерным и ожидаемым ходом, а в какие-то моменты является на самом деле коррупционным моментом. Смотрите, если мы говорим о знании, если мы говорим об исследовании, о некой объективности, мы не можем, грубо говоря, проплачивать автору за какое-то исследование, потому что возникают вопросы об объективности и независимости такого вида исследования. Все материалы, которые поступают к нам, проходят систему двойного анонимного рецензирования, то есть назначаются эксперты из конкретной области и тексты рассылаются этим экспертам, которые дают свою независимую оценку. И основываясь на их мнении, принимается решение о публикации или нет. На самом деле это стандартная практика для очень многих исследовательских журналов. Это второй момент. Просто когда я запустил этот проект, я столкнулся с тем, что это достаточно необычная ситуация для России. У меня было удивление по этому поводу. Я потом узнал, что такое ваковские журналы, вот эта вся история и как это складывается. Да, это первый момент, связанный с доступом. Соответственно, все работы представлены в открытом доступе. Второй момент – это то, что мы понимаем, что не у всех авторов есть возможность получить финансирование на свои исследования или у них нет работы в какой-то момент. Для этого мы запустили программу грантов, когда человек присылает материал и заявку на грант, в которой дает самоописание. То есть человек рассказывает о своей ситуации так, как ему представляется это возможным исследователем. И, например, говорит, что в настоящий момент не имеет постоянной работы и, соответственно, не имеет зарплаты для того, чтобы такое исследование, такую работу создавать. Или, например, это может быть исследователь, который находится в сложном контексте, в какой-то сложной локации, где, например, исследование на определенную тему никогда не может получить финансирование. Мы рассматриваем такие заявки и выдаем гранты, поддержку этим исследованиям. Мы обычно… Ну, это проходит три раза в год, такой конкурс у нас, или даже не конкурс, это неправильное слово, заседание. И мы присуждаем где-то в среднем две такие, что ли, поддержки. Это 50 тысяч рублей каждая. Это безвозмездная поддержка, то есть нет ожидания, что будет проделана какая-то работа после этого или какой-то отчет. Это, скорее всего, именно поддержка исследователя в трудной ситуации или, ну, как бы такой переходной. Помните, я говорил о том, что как проходит конкурс, да? Вот для того, чтобы избежать, как бы, попадания в эту ловушку экономики знаний, конкурс проводится в открытом режиме в том смысле, что я веду заседание, но у меня нет права голоса. То есть я, как председатель этого комитета, готовлю документы, я организую встречу, но у меня нет права голоса. Голосуют, то есть как бы принимают решение о том, поддержать какую-то заявку или нет. Опять же, внешние эксперты, не имеющие отношения к этому проекту, это может быть представитель музея или, как бы, сообщество. Если из присутствующих есть волонтеры, кто хотел бы поучаствовать в этом процессе, скажите мне, это всегда очень приятно знать, что вы хотели бы в этом принять участие. И второй момент, это то, что мы приглашаем на заседание по грантам победителей или участников предыдущих раундов этих грантов. То есть они присутствуют, и они наблюдают за тем, как происходит процесс присуждения, поддержки. И в конце мы просим их высказаться о том, насколько они считают, насколько уместным и правильным было проведение такого конкурса. Вот такие две ценности, то есть открытость и другое, что ли, целеположение, касающееся финансовой сферы журнала, позволило нам прям как-то вырваться, честно говоря, за последний год. То есть мы вот недавно, буквально неделю назад, опубликовали четвертый номер, связанный с движущимся объектом внутри и за пределами музея. Это как бы такая связка между кинематографом и визуальным искусством. Готовится пятый номер, связанный с поиском прибежища, шестой, седьмой и так далее. Но я хотел бы поделиться как бы таким ощущением, что я когда начинал делать проект, я очень волновался, потому что я боялся, что мы как-то не сможем найти баланса, а именно отношение между контекстом в России и глобальным контекстом. Журнал выходит на трех языках, ну то есть, точнее, материалы могут на трех языках, русский, немецкий, английский. И для меня было каким-то просто потрясающим личным таким моментом, когда через открытый кол нам стали поступать заявки от исследователей со всего мира. Но вот как бы таким вот особенным потрясающим моментом было, когда без всякого пушения, без каких-то вот там связей чего-то на нас вышли исследователи из Ганы в Африке, сделали потрясающие тексты и продолжают как бы работать с нами. То есть, это какой-то такой проект, который, мне кажется, из-за того, что он использует возможности экономики знаний, но при этом противостоит им одновременно, получил вот такой какой-то классный резонанс. Для того, чтобы, ну как бы, продолжить эту тему и, может быть, более адресоваться российскому контексту, мы приняли решение о том, чтобы некоторые материалы предоставлять в таком как бы расширенном контексте. Все-таки то, что можно увидеть на сайте журнала, это достаточно такой специфический язык, на котором говорят исследователи, иногда очень полный жаргона или каких-то, может быть, большого количества ссылок. И он не показывает, как бы, в принципе, общий контекст и историю вопроса. И поэтому появилась идея сделать такую бумажную версию, что ли, на определенную тематику, которая включала бы в себя и два-три материала из, допустим, выпуска про инклюзию, и материалы, которые показывают вообще как бы общий контекст, понимание. И тут-то появилась идея хрестоматии, да, или то, что мы по-английски назвали The Garage Journal Reader. Это такой том, который вот только что вышел из-под пресса. Я его не смог привезти, потому что не из Москвы прилетел, но он существует, его можно получить, приобрести. Но чтобы о нем рассказать, я хотел бы пригласить своего коллегу, Дмитрия Безуглова, которого мы пригласили именно как внешнего эксперта и редактора, который разработал саму концепцию и тему. Дима, давай поменяемся с тобой, чтобы ты тоже попал на камеру. Давай. Посмотри, у меня вот эта картинка и вот эта есть. А, хорошо. Можно я сейчас тебе представлю? Садись. Дмитрий, конечно, мы знакомы с ним были очень давно, но он попал к нам, опять же, в режиме вот этой открытости и, как сказать, ну да, открытости, когда его идеи также подвергались экспертной оценке, был очень долгий период согласования и размышления, какой-то невероятно интересный такой обмен фидбэком происходил. Дим, сколько мы работали? Где-то полгода над концепцией приблизительно, да? И, соответственно, то, о чем сейчас Дима расскажет, это такой результат вот такого очень долгого планирования и размышления, прежде чем уже пошел именно сам процесс работы над сборником. Да, всем привет. Очень приятно обращаться к вам сегодня. Я постараюсь, наверное, ну, где-то минут 10 говорить, может быть, даже меньше, и надеюсь, что вы все сохраните все вопросы, которые Влад обозначил ранее, чтобы, в общем, у нас было обсуждение, включающее всех, потому что ридер, ну, несмотря на то, что он сейчас так грозно смотрит на вас с экрана, его так много, это, ну, в общем, маленькая штучечка внутри действительно большого, ну, можно уже сказать, такого, не знаю, у меня не подбирается хорошая индустриальная метафора для описания того, как функционирует журнал, ну, в общем, журнал прям, ну, большая машина по производству, отбору и так далее, знания, вот, а это, ну, в общем, как вот вы, мы скорее полгода киндер-сюрприз, мне кажется, пытались открыть, вот, чтобы потом собрать то, что в нем лежало, вот, и поэтому, ну, очень много говорить не буду. Если у вас будет шанс встретиться с этим томом лично, скорее всего, он появится в Петровском через какое-то время, вы увидите, ну, вот, в выходных данных, я там, скорее всего, написан как редактор-составитель, вот, и немножко объясню логику, как, как эта штука собиралась. Влад уже упомянул о, ну, особом режиме чтения академических текстов, и на самом-то деле у меня была отдельная радость, когда я увидел сайт журнала и увидел, что каждая статья сразу, ну, дается отдельно с ссылкой на DOI, с погенацией, и, в общем, мне, у меня нет необходимости скачивать PDF-журнал целиком, чтобы потом выдирать нужную мне статью, в общем, все сразу очень удобно, и не надо читать всех других авторов. В общем, я не думаю, что я открываю, в общем, возможно, я признаюсь в чем-то, в чем не следовало признаваться, но, да, как правило, из журнала я читаю, дай бог, одну-две статьи, и то только, если они мне нужны тематически. Вот, и поэтому я был особенно благодарен, ну, тому, как собрана архитектура самого сайта. Но это во многом связано с тем, что, ну, мне всегда представляется, что глаза исследователя, это такой режим фотокопир или сканер, тебе, ты быстро через себя прогоняешь большие массивы текста, и потом ищешь по гиперлинкам, скорее, какие-то другие тексты, то есть ты никогда не двигаешься горизонтально или, скорее, линейно от первой обложки до четвертой или обратно. Ну, другая природа запроса к тексту. Вот, в случае же ридеры, в случае хрестоматии, мы как раз очень долго обсуждали, как можно взять несколько текстов из, изначально мы хотели брать из нескольких номеров, вот, но потом где-то на третий месяц работы ограничились одним номером, как выбрать несколько опорных текстов и вокруг них нарастить какой-то, ну, социальный, скорее, контекст, в котором они существуют, показать, что эти тексты, ну, то есть, для другого академического или неакадемического исследователя самого текста статьи всегда будет достаточно. Если там классный аргумент или классный кейс, ну, тебе не надо знать больше о том, ну, в каком контексте этот текст существует. Ты работаешь с конкретным набором допущений, гипотез, не знаю, теоретических, теоретически сильных заходов, а если у тебя не было доступа к этому полю вообще, то текст может оказаться, ну, не знаю, совершенно каким-то, не знаю, загадочным, чужеродным компьютером, который ты не можешь запустить, не понимаешь, где нажать и вообще, зачем этот текст передо мной есть. Вот. И базовая идея хрестоматии была в том, чтобы сделать такие, ну, можно сказать, разминочные тексты, которые и, с одной стороны, рассказывают тебе, на какие проблемы отзывается сейчас автор, с кем он находится в диалоге, почему два поколения назад был такой человек, с которым он спорил, как это отзывается в нашей, ну, совсем-совсем повседневной жизни, вот, из каких-то таких вопросов стал собираться ридер. Другая сложность была, я не знаю, как у вас, возможно, у вас, кто, в общем, кого из вас терроризировали учебниками издательства Драфа в школе? Ага. Вот, да, да, класс. Ну, вот, вы помните же, хрестоматии по русской литературе за шестой класс, за седьмой, за восьмой, и ты думаешь, господи, что за человек это составлял? Зачем? Почему я, почему я должен делать вот эти какие-то смысловые прыжки между очень интересным текстом, но потом вот я должен читать 200 страниц непонятно кого, непонятно зачем, и ужасно это все выглядит. Вот, в общем, слово хрестоматия, вот оно для меня осталось в мире издательства Драфа, и я думаю, что здесь особая благодарность коллегам, потому что в какой-то, ну, момент мы обсуждали хрестоматия или ридер, хрестоматия или ридер, и в итоге на четвертой обложке написано слово хрестоматия происходит от древнегреческого, и дальше идет долгое прослеживание генеалогии, но на первой-то обложке написано ридер, и ты думаешь, о, классное какое слово, ридер, это же я ридер, скорее всего, да, вот я читатель гараж-журнала, потрясающе, вот, но технически я делал хрестоматию, вот, и я знаю, что обязательно будет какой-то человек, ну, то есть мне сложно себе представить, как, хотя было бы классно, что, не знаю, родители идут, там, 27 августа закупать книжки в школу, и такие, блин, вот по этому курсу надо купить гараж-журнал-ридер, и потом ребенок в ужасе сидит и такой, и почему я это читаю, кто этот человек, ну, было бы классно, но этого не будет, скорее всего, вот, но я в любом случае ощущал себя, как вот те имя-реки, которые, ну, по какой-то причине склеивают тексты друг с другом, вот, и мне кажется, что я хотел много раз это написать, но не написал, по-моему, ни разу, что, в общем, все ошибки, в общем, всякий раз, когда вы не понимаете, почему тексты смонтированы так, вот, смотрите, редактор-составитель, все вопросы к нему, вот, вроде вообще ни разу не написал, но очень, в общем, мне пришлось делать внутреннюю, маленькую, какую-то концептуальную модельку, чтобы понимать, чтобы самому себе объяснять, какой текст из условно-внешнего по отношению к Академии мира, мне, я имею право взять, чтобы соотнести вот с текстом, который находится здесь, и там, как не превратить разговор о доступности просто в разговор об инклюзии, в смысле максимально прагматичных решений, того, как, ну, надо перестраивать пространство или коммуникационную модель музея. В общем, эти вопросы постоянно, неумолчанно как-то накапливались, и поэтому внутри ридера прямо гуляющий набор текстов, там есть поэтические тексты. Я счастлив, на самом-то деле, что у меня появилась такая потрясающая возможность републиковать небольшой фрагмент из поэмы Жени Некрасовой, восхваляющей мусор в Коломне, потому что там одна из глав этой поэмы, если бы я делала музей мусора в Коломне, он был бы таким, и она через такой довольно простой выверт по-хорошему описывает все, ну, чем должен быть сегодня современный музей. Просто она в сердцевину ставит предмет, который, ну, не музеифицируется в России. Вот, есть поэтические тексты, есть какие-то публицистические очерки, есть, ну, в общем, для меня отдельная радость, отдельная радость и в то же время сложность в том, что с фрагментами из небольшой письменной переписки Дорида с вылетела фамилия из головы, простите, редакторка небольшого издательства, в общем, у них была переписка о гостеприимстве, в общем, и у нас есть небольшие куски оттуда, которые соседствуют с текстом с медиа Батинка Давыд Трансформер под названием «Как мы впустили в нашу жизнь Мухаммеда» про очень неприятного египтянина, которого просто по доброте душевной, ну, московская семья поселила у себя, и вот, ну, в общем, такого рода тексты я отбирал, как раз думая о том, что если, ну, вот, мой взгляд устанет просто споткаться о, ну, какой-то сложный концептуальный барьер, я могу прочитать текст про неприятного египтянина, подумать, очень неприятный египтянин, потом вернуться к началу текста и понять, что, ну, он неприятный, но вообще-то его пустили в гости, ему очень долго помогали, почему, что не так с этими людьми, или, а может быть, они интересные люди, а зачем помогать неприятным людям, ну, в общем, ты задашься этими вопросами, а потом, может быть, что-то из тех, ну, каких-то сцепок терминов, за которые ты цеплялся, но не мог их раскрыть, ну, в общем, они начнут у тебя работать на связке с очень выпуклым, оценочно данным, ну, куском какой-то этой шумливой и живой реальности, вот, и ридер экспериментальной формы, это, он сделан по мотивам исключительно первого номера, и получился в два раза больше, чем на самом-то деле все ожидали, вот, и это очень странно, потому что изначальный план был маленькая карманная книжечка, очень удобно с ней будет везде ходить, вот, там сейчас под 500 страниц, вот, и скорее всего, если вы, не знаю, ну, в общем, если нужно сделать, чтобы, не знаю, ветер из форточки не сдул какие-то бумаги, этим ридером точно можно будет удерживать важные бумаги, вот, но план был немного другой, вот, но, как и любой первый эксперимент, в общем, здесь много решений, которые, возможно, не будут воспроизводиться в следующих итерациях, если они будут, но, в общем, это интересное, ну, для меня интересное и, возможно, будет интересное для вас и для коллег, которые смотрят нас в трансляции, опыт переупаковывания очень контекстных, очень таких кросс-стадийных, но академичных текстов в какую-то такую более широкую, ой, все, все метафоры кончились, поэтому слово ситуация, вот, широкая ситуация, никогда так не говорите, вот, да, и здесь я, наверное, остановлюсь, ну, сложно рассказывать про книгу, у которой вы видите обложку и вот небольшой кусочек, еще знаете, что это, безусловно, наша потрясающая маркетинговая уловка, потому что картинок в этой книге не очень много, но, наверное, можно понять, что если это экспериментальная форма, 500 страниц, это не то, чтобы, ну, проект, на который бросают всех иллюстраторов на свете, чтобы они проиллюстрировали каждый текст, вот, но это один из тех прекрасных разворотов, где как раз проводится различие между социальной и медицинской моделями инклюзии, вот, художница Катя Баринова сделала этот разворот, вот, есть еще несколько разворотов с картинками, но вы их уже увидите, когда сами возьмете хрестоматию в руки, вот, и это какая-то совсем, получается, финальный такой рубеж, есть еще романтическая идея, что, ну, в общем, сотрудницы, сотрудники и самые-самые разные работницы и работники культуры в разных учреждениях обязательно возьмут эту книжку и, ну, вот, что-то с ней будут делать, но, как, ну, как и многие надежды, ну, она не, ну, в общем, не обязана притвориться в реальность, но было бы здорово очень, вот, теперь у меня действительно кончились все слова, прошу вас вспомнить все вопросы, которые у вас были к Владу. А как понять вот это внутреннее ощущение, что пора и то, что ты думаешь нужно написать, оно действительно будет интересно и может быть включено в этот возможный следующий выпуск журнала. Как ощутить внутреннюю готовность к подобному шагу? Спрашивай, как человек, который ни разу ни одной статьи ни в один журнал не написал. Я имею в виду научный. Этот вопрос, Илья, он для меня очень такой частый на самом деле и немножко тревожный, потому что я его все время слышу на территории Российской Федерации, но не из ее за пределами. Есть какое-то, я думаю, это какая-то травма, исходящая из постсоветского периода, когда нам нужно, чтобы нам сказали, что мы должны написать, или я прости, что я немножко деконструирую, что нет от этого ощущения, что мое мнение важно, что нужно все время получить некое санкцию или какие-то такие вещи. Поэтому для того, чтобы были альтернативные формы этой экономики знаний, а вот не те эксплуатационные, о которых я говорил, мы должны работать как раз именно с этим желанием и понимать, что действительно каждый из нас имеет право и должен высказываться. Другое дело, то, что поскольку речь идет об исследованиях, то здесь работает такая модель, что каждое исследование должно сообщать некую новую информацию, то есть быть оригинальным. И этим, наверное, The Garage Journal отличается, например, от даже Art Guide или каких-то других журналов, которые поддерживают в музее Garage, это то, что материалы, которые мы публикуем, они выросли из знания контекста, что если, например, это исследование касается инклюзии или касается какого-то локального художественного контекста, что автор позаботился и выяснил, что там происходит и соотносит свою позицию с существующей. Но это какая-то базовая вещь для любого исследования, вот, так, то есть и знание общего поля и от общего, от общей убежденности, что ты являешься экспертом в своей области и можешь говорить от лица сообщества. Это, не знаю, сомнительный чит-код, но для меня было всегда большой радостью, ну, когда появлялись соавторы, потому что, не знаю, ты один раз говоришь, вот, кажется, прикольная идея. Появляются люди, которые говорят, да, она действительно кажется интересной. И потом у вас появляется коллективная ответственность за то, чтобы это превратилось в текст. И в какой-то момент вопрос о том, следует ли это заканчивать, будет ли это кому-то интересно. К счастью, уходит на фон, а перед тобой появляются прекрасные люди, которые задерживают черновик на две недели. И ты говоришь им, дорогие прекрасные люди, почему же вы задерживаете? Ладно, я сам тогда напишу. И вы как-то, и вы вместе каким-то образом это заканчиваете, потому что, ну, уже как-то движимы ответственностью друг перед другом, а не перед, ну, фантомным читателем, который, ну, возможно, еще этим не будет заинтересован, но вообще-то будет, скорее всего. Вот. Но для меня не было, в общем, спасительнее ситуации, чем другие люди, с которыми я пишу. Вот. Уточнение. В этом журнале публикуются исследования в разных форматах. Это и длинная статья, это визуальная эссе, это и база данных, это художественные работы, это всякого рода интервенции, которые возможны. В последнем номере мы представили исследование, сделанное сотрудниками архива Гаража в виде TikTok-видео. То есть мы хотим сказать, что экспертность, она не зависит от формы, она именно зависит от проведенного исследования и позиции, которую вы здесь занимаете. У меня как раз-то был вопрос вот про визуальные эссе, такой очень специфический формат. Я так понимаю, что он подразумевает, что в журнале могут участвовать и художники тоже. А потом я открываю список требований к оформлению этих текстов. И тут как бы у меня вопрос, который у меня тянется с вашего доклада в ВИКСе, который я смотрела онлайн. Да. То есть я смотрю на эти требования и понимаю, что конференция просто в ВИКСе была посвящена гостеприимству. Я понимаю, что эти требования не очень гостеприимны по отношению к художнику, либо задают какую-то планку к художнику, как тоже к научному какому-то сотруднику, который должен определенным образом этот текст оформить. И у меня, конечно, складываются тут лапки. Подразумеваете ли вы какую-то, не знаю, альтернативную форму сотрудничества с художниками, не как с исследователями, имеющие PHD где-нибудь в европейском вузе или вообще просто какой-нибудь степень? Вопрос на миллион, фактически. Каждый из номеров содержит один материал, сделанный художником. Так получается, что это женщины, имеющие, ну, как бы в целом такой опыт взгляда на художный процесс из стран, которые, ну, как бы их описать, которые, ну, вот не попадают в обычный, что ли, список стран, когда мы думаем о Саврийске, да. И это было, опять же, решением, которое мы принимали внутри Редсовета. С ними работа велась такого плана, что был диалог, да, то есть они высказывали какое-то представление о том, что они могут сделать, а потом мы помогали им в том, чтобы оформить это, исходя из тех требований, которые есть. Я согласен, что форма высказывания о том, какие требования, не очень гостеприимная, но сам процесс достаточно такой, очень, ну, как бы, гостеприимный получается, supportive, да, то есть он индивидуальный. Тут есть очень сложный вопрос, а именно то, что не каждый художник представляет себя как исследователя. Мы все-таки не журнал, который публикует художественные работы как таковые. Мы журнал и проект, который работает с художниками, которые занимаются исследовательской деятельностью. Да? Вот эти грани между исследованием и искусством, конечно, уже были осмыслены давно, как мы знаем из выставки, опять же, наверху, как минимум сто лет назад, но по-прежнему являются достаточно такими, какими-то флюидными. И все, что я могу сделать со своей стороны, это быть открытым. И если вам интересно, входите в контакт, и мы попытаемся найти какой-то удобный режим работы. опенколы содержат приглашения для художников, но мы четко показываем, что это художники-исследователи. Нам не хотелось бы получать просто портфолио разных художников, потому что мы не находимся в позиции давать комментарии или фидбэк по этому поводу, а потом люди будут обижаться, если они не получат обратную связь. Ну, такое было. Мы когда вышли, то мы получили, не знаю, порядка 150 каких-то портфолио, и ты как бы сразу понимаешь, что есть, как бы другое есть восприятие, того, что если это журнал-институция типа «Гараж», соответственно... Меня зовут Мария, очень приятно, спасибо большое за прекрасное выступление. У меня как раз, наверное, в продолжение вашего ответа в РОС, насколько вот ваша деятельность, она как раз взаимосвязана с деятельностью самого музея «Гараж». То есть насколько вы там, не знаю, плотно там как-то решение принимаете или еще что-то. Вот такой вопрос. Журнал финансируется. Через Endowment Fund, как, не знаю, как, опять же... То есть это фонд, специальный фонд был создан по поддержке академических и исследовательских программ. И на самом деле на сайте журнала, если вы отмотаете вниз, то там есть кнопка, которая позволяет любому человеку сделать как бы взнос в этот фонд. По этому принципу, как вы знаете, в целом существует музей. И мы надеемся, что со временем в очень долгой перспективе будет некая самоокупаемость этого. Как вы знаете, все финансовые потоки, проходящие через Endowment Fund, публикуются после жесткого аудита, то есть в полной транспарентности, что очень комфортно для меня. На этом, в принципе, и заканчиваются наши отношения с музеем. Мы независимый журнал в том смысле, что экспертная оценка, как я говорил, я хотел бы это подчеркнуть вот прям вот очень сильно, она выносится экспертами в той области, в которой находятся материалы, не сотрудниками музея. Более того, в команде, если вы посмотрите на список людей, очень маленькое количество людей являются сотрудниками музея. Это, например, Катя Суверина, которая также работает в издательской программе. То есть она исполняет связку как раз по продакшн. Как сделать так, чтобы те задумки, которые были у Димы, могли быть воплощены здесь? Спасибо большое за ваше выступление и за то, что вы нам рассказали. Было очень интересно.